Всем доброго дня! Сегодня мы сделаем небольшой обзор по термоприводам, которые автоматически открывают повточки или фрамуги в наших теплицах. Начнем с английских. Вот это проверенный производитель Белис Автовент, так называемый английский. Ну, конечно, это фабричный Китай, но товарный знак английский. Самый мощный у него, который соответствует цена-качество, это МК-7. Конечно, мы его рекомендуем, он стоит 3 800. В чем его преимущество? Это мощный каркас и три возвратных пружины. Он в основном ставится на тяжелые форточки-фрамуги. Вот такая система. Из минусов крепления, то есть 4, даже это не минус, а плюс 4 самореза, но мощная конструкция. Из минусов любого автомата можно сказать, что если шток или масло вытекло, все, можно на выкид, любой термопривод. Ну, кроме вот этого, сейчас расскажем. В следующей у них линейке идет XL-ка. Он немножко послабее, у него одна возвратная пружина. Он ставится, его надо ставить на жесткие, жесткие фрамуги, которые не болтаются. Поэтому он немножечко мягкий, но цена соответствующая. Меньше мы их уже давно не продаем. Это у нас один на остатке, где-то с образцами. Все они работают замечательно. Главное закрепить их правильно. МК-7, что я хотел сказать. И еще самое главное, так называемый тип лягушки, вот открывающий, который вот так вот. Вот так они открываются. У них самые главные критерии, их надо ставить на скаты. То есть, чтобы фрамугов, это крышные, ставится на крышу, на скат. Никак не на вертикальные стены. Если вы ставите на вертикальную стену, вам придется его, смотрите, видите, он будет вот так открытый. Вот так ставится. Вам надо будет на эту пружину, вот в это место внизу, вертикально, ставить какой-то переходник, чтобы она больше прижимала, как можно больше плоскость. И еще вот на эту сторону вешать утяжелитель. Утяжелитель вешать, чтобы она плотно прижимала форточку стеновую. А так он предназначен только для верхней, то есть, чтобы на него давила форточка сверху. Вот так вот, идем дальше. Гидот. Ну, тут еще, конечно, скажу, минус, это цена большая. Например, вот этот МК-7, он стоит у нас, их на остатке 3 штуки, он стоит 3 800. Когда доллар подкинулся, он был почти что 5 тысяч. Сейчас, цена устаканилась, 3 800 он стоит. Дальше идем гидот. Дверной, так называемый дверной, с выносным расширителем. Тоже удобно, но в чем минус? Дверь, он работает на пружине. То есть, вот такая система, не жесткая. Можно заходить, выходить. И у него будет пружинка. Здесь должна быть пружинка внутри. Не вижу я ее. Она даже без пружины безвозвратная почему-то. А вот она, вот она, видите, пружина. Еще хочу заметить, ни один термопривод не работает без пружины возвратной. То есть, шток только выталкивается обратно, его надо затягивать. Для этого пружина. У производителя они все разные. Ставится на дверь. Также выдвигается шток при нагреве в теплице и дверь открывается. Минусы то, что дверь не жестко закреплена и от порыва ветра она будет вот так болтаться. Уже есть минусы в каждом. Дальше идем. Термопривод, который мы уже четвертый год используем. Перешли на них. Они стоят на порядок дешевле. По гарантии мы их меняем. Долговечнее и надежнее оказались. Это Красноярск производит. Мы просто добавляем, например, видите, пружину возвратную. Потому что с завода идет только термопривод. Мы комплектуем еще пружиной вот такой мощной возвратной оцинкованной. И мы придумали систему. Мы ставим его на на любую форточку, на любую фрамугу, в любом месте. И также можно установить на дверь. Там тоже ставится в цвет покрашенная пластина на форточку. И получается он выдвигает, открывает форточку. И уже форточка стеновая или торцевая закреплена жестко. То есть она открывается и от порыва ветра она не болтается. Ну вот вроде бы все. Весь обзор практически среди вот таких мыльниц очень много обмана. То есть дешевых вариантов. Недорогих можно так сказать. Не буду называть производителя, но их много. Которые под них подстраиваются. Поэтому выбор за вами. Все можно как бы к своей теплице поставить и установить. Главное это за ними смотреть, обслуживать. Ну и вручную как многие. Холодный раз он же медленно закрывается, медленно открывается. То есть вручную их нельзя не открывать, не закрывать. Тут вариант или вы погнете шток или вы давите масло. Если будете силой его закрывать или открывать. Ну открыть ладно. Открыть можно. Его вытащил шток, вытянул все. Но закрывать ни в коем случае нельзя. С силой. Он должен сам закрыться и сам открыться. Других вариантов не надо. Ну что вам сказать. Спасибо вам огромное за просмотр видео. Мы вам сейчас еще дальше покажем как мы их устанавливаем и на какие фрамуги. В следующем видео. Всем доброго дня. Все как обычно. Приветствую вас наши дорогие подписчики. Сегодня у нас понедельник. Солнышко вышло. Ярко светит. Сегодня я хотел бы вам рассказать про проветривание автоматическое. То есть не ручное, а автоматическое. Смотрите. Давайте начнем с термопривода. Солнце ярко светит. Вот это фрамуга. Видите. Она оборудование двумя-три термоприводами. Раз и два. Если бы она была сейчас закрыта. Я бы позже приеду. Сейчас закрою. Они должны открыться. Потому что температура в теплице намного теплее, чем на улице. Если она будет закрыта. Вот. Идем дальше. Так. По обслуживанию. На зиму как бы я их стараюсь отсоединять. То есть вот так вот. Ничего не сложно. Вот видите термопривод. Он просто с этой головки вот с этой вот снимается. Ну тут уже пружинку сняли. Потеряли. А так она просто одевается. Раз. Два. На этой фрамуге мы проводили эксперимент. Оставляли только один термопривод. Но две пружины. Чтобы она равномерно ее открывала и закрывала. И прижимала. Идем дальше. То есть тут ничего сложного. Так просто откинули и пусть он висит. Чтобы на него никакой нагрузки не было. Идем дальше. Куда еще мы ставим термоприводы. Термоприводы также ставятся на форточные блоки. Которые коньковые. Вот например взять капельку. Вот одна форточка ручная. Ручка такая. Тут сейчас снег навалило. Не открыть. И вторая с термоприводом. Также ставится усилитель. Термопривод. Связь на которую устанавливается термопривод. И получается эта форточка автоматически открывается. Закрывается. Что очень удобно. Когда летом очень жарко. Так же бывает полуавтоматическое. Так сказать ручное. Это газлифты. Заходим в кабельку. Это газлифты. Это обычно мебельные газлифты. С двух сторон так и фрамуги тяжелые. И вот так легким нажатием руки она открывается. Видите. Раз. Но это не автоматическая. И так же закрывается. И плотно закрылась. Видите как. Мы сейчас с вами идем в разговор. Чтобы у нас автоматически вот такие форточки открывались. И на арочной формы. На павильонах. Открывались фрамуги. Пойдемте. Еще раз. Так же можно установить автоматы. Вот на таких форточках. На боковых. Сейчас я вам покажу. То есть. Любую форточку можно оборудовать автоматическим проветриванием. Любую. Только надо подойти грамотно к этому вопросу. Вот тут у нас емкости стоят. Вот и снегом. И вот стоит термо-трелок. Видите. Он открывает стеновую форточку. Сейчас снегом все завалено. Ничего сложного нет. Все легко. Главное продумать закрытие и открытие. Чтобы он легко открывал и легко закрывал и прижимал. Самое главное в проветривании это прижим. Смотрите. Если вы видите сверху. Смотрите фрамуга. Она плотно со всех сторон прижата. На пружинах. Потому что мы ставим дополнительные пружины. Хоть как. Если например на газлифтах они не нужны. Вот здесь нет. Ну вот. На газлифтах они не нужны. Они сами по себе прижимают. Раз. Открыли. И прижали. То. На автоматических промугах. Нужны обязательно. Давайте зайдем сюда. Нужны обязательно. Фружины. Возвратные. Вот смотрите для чего. Сейчас я встану здесь. Вот так вот. Показать вам. Вот видите она. Раз. Смотрите. Примерно вот так открывается. Еще ставится обязательно. Вот видите. Цепи. Это для чего поставлено. Чтобы когда ураган или сильный ветер. У вас это не вырвало. Не вырвало. Автомат или поликарбонат. Так как лист идет цел. Смотрите. Расплотно прижалось. Все отлично. Все как обычно. Качественно. И хорошо. Так что огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все как обычно. Задавайте вопросы. Всегда поможем и расскажем. Отгрузим. Продадим. Изготовим. Все как вам надо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok